Пусть меня там дербанят феминистки всяческого развива и это может быть выглядит как-то по домостройски прозвучит точнее но я считаю, что вот это все те усилия, которые были предприняты на внедрение понимания равенства полов, равенства как одинаковости не равенства в смысле прав, возможностей, потенциала а равенства уже в смысле одинаковости Это шаг к разрушению? Конечно, это тот клин, который вбили в фундамент потому что нет никакой одинаковости, мы разные и это прекрасно на самом деле, это нужно, это то, на чем нужно стоять ну по большому счету это тоже игра, ну дайте нам играть в свои игрушки может вам понравится, это я к феминисткам уже взываю потому что ну все игра, не все, но многое по крайней мере в человеческом мире игра вот там настоящих мужчин и настоящих женщин, да, это игра но для меня эта игра интереснее, чем игра вот в эту одинаковость я, кстати, первый раз с этим столкнулся, много лет назад участвовал в программе школьной я же геофак окончил, и я вот вел факультатив такой для школьников экология, вот это вот все тема нынешнего года, между прочим да, 95-й что ли год, по-моему была программа «Река к реке» совместно с Америкой мы же тогда пытались и надеюсь еще будем вот и они приезжали сюда мы жили в какой-то гостинице в Ростовской области уже не помню где и вот вечер, представляете, да, как, ну, российские российские вот все эти вечера после заселения в гостиницу когда нужно как-то законтачить и мы были после такого довольно утомительного похода всем хотелось присесть и я сходил на другой этаж, притащил стулья причем там в каждой руке, я их пер там пришел, расставил и говорю «Ladies, please be sitting» и каменные лица сразу и я не понял и я смотрю, они обижаются а потом вот самая, скажем так, старшая из них и, ну, она чувствовала себя, может, свободнее может, это какая-то специфика она была дна дотикетом уже немножко нет, она вела меня в сторонку и объяснила мне, что, понимаете вот мы в Америке, ну, вот у нас так не принято это нас задевает, когда вы так акцентируете разницу в полах ну, я краснел, помню, хорошо там свет был приглушен мне было как-то настолько неприятно но буквально через несколько дней, когда мы грузились в автобус и нужно было класть тяжелые чемоданы нормально, просто аж бегом, что называется вот все это уже как-то никого ну, понятно, что мне барышни, придерживающиеся феминистских позиций скажут ну, да, вот, когда это целесообразно то тогда... готовы пользоваться помощью вот этой моделью разделения но в других ситуациях не нет мне кажется, это самая большая проблема вот такая аморфность современного человека именно подхода ну, нас, вас, дорогие барышни, окружают мужчины, которыми вы недовольны с которыми вам некомфортно, ненадежно, скучно которых приходится кормить с ложечки до самой пенсии знаете, приходит... которых приходится подпирать которые не чувствуют вкус и азарт самостоятельно принятых решений я, кстати, недавно пост на Гиева появился на ту же тему взорвал интернет да, вот я там готов подписаться под каждым словом девочек и мальчиков нужно воспитывать по-разному именно, прежде всего, в этом аспекте мужику нужно давать как можно раньше набить собственные шишки вот прямо даже если он не очень активен в этом то прям как-то подталкивает даже к этому ну, просто быть рядом и как-то успеть подстраховать ну, с моим было... моему-то сейчас 17 ну, точно так же, то есть... на эти темы говорим это просто самое интересное, что было в моей жизни как раз отцовство гораздо более интересное, чем писательство потому что это то творчество, которое вот... настолько живое, живое, что... очень был трудный ребенок, скандальный не спал и вот просто орал мы с ним... в отца или в противовес отцу? да, противовес всему миру он, по-моему, бунтовал против вселенной мы с ним просто договорились ему было... пяти еще не было я его просто отвел в сторонку так и поговорил по-мужски я ему сказал, вот смотри, когда ты начнешь орать и требовать, и сучить ножками запомни, точно не получишь, что хочешь ну, вот точно, даже вот... если это будет... ну, никакой проблемы не составит ну, как только... без принципа да, не получишь никогда а как только... ну, сказали тебе нет, да? ты начал доказывать, что все-таки да с тобой будут обсуждать и... не факт, что будет да в итоге ну, вероятность точно выше ну, она, по крайней мере, есть и он прислушался, согласился? ну, конечно, он понял ну, то есть не каждый раз ему отказывали конечно, даже когда я был против ну, условно говоря... ну, никакого примера не приведу ну, вот хочешь так, хорошо ну, когда получишь в итоге по башке помни, что я тебе предлагал другой вариант ну, вот главное проговорить свой и потом просто потирать руки и наслаждаться тем, что вот все-таки он шишку-то набил и помнить, что был отцовский вариант почему нет, литература может все ну, хорошая литература может, наверное, все вообще-то... вот я задумался, все ли, но... вдруг вспомнил, что, в общем-то, русская революция выросла из русской литературы и, наверное, да, все это вы нас сейчас со столетиям поздравляете да вот да, ну, нет продолжая, уж не знаю, закругляя тем, кажется, что... ну, просто нужно почувствовать вкус вот этого варианта жизни он гораздо более рисковый вот этот мужской мир потому что ну, он подразумевает какую-то активность принятие сложных решений которые чреваты, конечно, падениями слом реальности да просто если дать, ну, я говорю уже таким языком дать мужику быть мужиком это тоже рискованно но если получится, у него получится ну, ну, как минимум, женщина уже имеет рядом с собой мужчину раз дальше нужно оставаться просто женщиной и в любой ситуации оставаться со своим мужчиной если уж не получилось и рухнуло, и размазало, то... ну, оставаться до конца с ним ну, ведь может и получиться и тогда какие бонусы сразу вот ну, и с с этой стороны, да с собственной колокольни ну, вот в чем-то конечно комфортно в том в западном, не знаю уж, варианте жизни ну, вот в том варианте, где мы одинаковые где нет этой разницы и ведь это не про то, кто выше, кто ниже это не это не не домострой это не простите, произнесу не мусульманский вариант хотя и там все не так просто, да не на сто процентов совпадает со стереотипами да, ну, вот если о стереотипах да, то это не тот стереотип мира с паранджой чадрой да, это совсем про другое это просто про то, что у нас разные роли разный функционал ну, вот как там, двойки снайперов первый, второй номер ну, и так далее вот есть ну, это комфортно это расслабляет вот я смотрю кстати, в СНОБе часто появляют там был какой-то еще какая-то публикация автора уже не вспомню где он жаловался на женщин ну, это ущерб ущербно уже вот, ну, изначально остановка задачи просто жаловаться на женщин ну, это ужас все, дальше уже ну, это как я не знаю публично себя высечь это это просто то, чего не должно быть ну, не нравится меня, я не знаю женщин меня, реальность не нравится тебе что она за себя в ресторане платит тебя это оскорбляет ну, не води ее в ресторан води другую ну, что про это писать-то ну, вот как-то так хочется быть не только сильным это я чтобы передать слово залу, надеюсь, что у нас я демократичен да, подхватите хочется же быть не только сильным но и изысканным я вот подслушал ответ Дениса на один из вопросов журналистов о увлечениях и это было в общем очень для меня неожиданный вариант ответа я впервые такой ответ слышу от тем более мужчины, который много говорит о мужчинах ни за что не угадаете как вы думаете какой был ответ чем занимается Денис свободное от писательства время кто за вязание давайте проголосуем но это вкусно готовит обед нет ну, я готовлю но не увлечение нет ну, готовят я у него 100 года уже да ну, правда умею борщи хорошо готовлю ну, уже в любом случае придется сознаться придется сознаться я танцую сальсу занимаюсь по крайней мере и это это между прочим со стороны как пока я туда не попал пока не втянуло туда это так называемые социальные танцы не путать с бальными не втянуло и мои конечно стереотипы были во многом ну, такие тоже пришлось крушить их как раз да, вот это именно тот мужской мир как оказалось и многие вещи там становятся ну, на танцполе становятся понятны тактильно вообще про мужчин и женщин про то, каким нужно быть чтобы нравиться женщинам ну, то это уже на уровне понятий таких танцевальных технических программ социальные танцы они же предполагают смену партнера да а если партнер ну, никому не нравится он может вообще остаться не востребован ну, в социальных танцах там свои, понимаете еще нюансы а если он все-таки хороший парень то его потерпят даже хорошие партнерши если он танцует мимо музыки но все-таки он прикольный смешно шутит пусть будет да подвозит домой тоже зачитывается да это вообще очень красивый уютный мир социальные танцы очень интересные ну, вот а танцы они объясняют многое про то чего женщина ждет от мужчины и каким нужно быть чтобы нравиться нужно быть ну, во-первых танцевать музыку что называется как раз слышать чувствовать слышать чувствовать не быть скучным то есть танцевать по-разному не быть амебой быть предсказуемым правильно? предсказуемым это четкая рамка чтобы, ну, женщина тогда понимает в каких пределах она вообще вот тут сейчас должна показать свою красоту и умение и реагировать ну, то есть вся фишка в том чтобы движение началось чуть раньше музыкального акцента поэтому и ты должен это может быть совсем мелкое движение но говорящим яркое во-вторых обладать хорошей реакцией для современного в жизни это самое то что называется чтобы быть мужиком который тащит кормит нужно как-то держать ухо во стру поворачиваться успевать реагировать и все делать в музыку к счастью это не музыка революции если да или к несчастью я уж не знаю Дорогие друзья подхватывайте мячик у нас не так много времени я уже понял чтобы да конечно а можно я понимаю что у нас 8 марта впереди 23 февраля но хотелось бы в литературе тем более тут студентки я думаю очень интересно вот как вы оцениваете а какой факультет я вот хотела да аудитории да на которую здесь собрались редактора и вот если можно я должен сдохнуть сейчас вас отредактируют а я не не боюсь и вот наверное будет интересно действительно вот у вас какие были какой опыт работы с редакторами корректорами да очень любили получать от меня тексты потому что там минимальная всегда была правка чем я горжусь очень с редакторами мне очень повезло первым был была Ольга Васильевна Трунова в знамени это ну что называется сейчас таких не делают это редактор просто высшего класса первая реакция ну тогда молодого зеленого автора это было было конечно возмущение но она заставляла меня обосновывать какие-то вещи в тексте которые мне казались просто ну какая разница что называется ну зачем ну как я вам докажу вот это это было или нет а вот где ссылка ну если это была повесть об сне а букет по воспоминаниям отца о событиях в Абхазии грузино-абхазская война ну поскольку все-таки это какие-то исторические реалии то ну вот это в его дневниках было а где это и тогда вообще-то и интернет был не тот интернет что сейчас и иногда уходило не знаю мог уйти день если это какой-то момент который никак нельзя выкинуть мог уйти день чтобы найти вот какие-то доказательства что-то она не принимала вообще ну нет и мне казалось ёлки ну вот стилистически нужно править там какие-то вещи там спряжение а это то но я настолько счастлив что мне попался именно этот редактор именно Ольга Васильевна на вот на старте я сейчас каждый раз пользуюсь случаем чтобы ей вот высказать какие-то комплименты и когда попадается хороший редактор чтобы сделать ему комплимент я сравниваю его с Труновой и это имя конечно знаю в профессиональном цеху но дальше могу сказать если про себя вот например последний роман бета-самец да там вышло так я попал в Москву неделю по-моему за две до того как книга должна была уже все было готово просто уйти в печаль и мне дали вот эту внутреннюю рецензию редакторскую анонимную с пометками карандашом ну вот почему-то так прислать не могли и только на бумаге и только карандашом ну вот так и я когда начал ее читать там были отзывы от меня это был очень злой редактор я до сих пор не знаю кто это был зверь просто и я там вот сел так вот и сказал ну слушайте ну какая-то первая человеческая реакция это конечно обида я так сказал слушайте ну вот с такими комментариями вообще нельзя эту книгу издавать то есть это оценочный да там просто там камня на камне там ужас 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 нельзя вообще издавать и меня там как-то стали успокаивать ну что вы ну там но я дальше дочитал пока летел я или ехал уж не помню не суть но я сразу сказал вы знаете я буду правки вносить ну мне сказали да ну вы понимаете сроки обман на то что я принял большинство уже вот предложенных правок они еще цепляли какие-то другие вещи я еще добавил своих то есть это вообще разрослось ну и был у меня по моему а я вообще тогда был фрилансером то есть ну слава богу времени было достаточно и и и правки же нужно вот кто плавал тот знает вносить как не просто там исправил в тексте выделил чем-то а уже нельзя было менять страничность верст верст и нужно было там играть шрифтом чтобы все это ужимать и правки вносились от таблицы было стало и работал я последний день перед тем как отправить там вышло подряд у меня 32 что ли часа но это вот я был в таком ну то есть там на кофе и бутерброды я отвлекался в таком не знаю возбуждении в такой я раш вошел что и до этого же я просидел где-то неделю но я его перелопатил весь и вот спасибо этому безымянному для меня человеку что роль конечно сложно переоценить редактора ну нужно вспомнить роль Твардовского в случае одного дня Ивана Денисовича и не только в том что касается ну судьбы да что называется текст без редактуры там не один Твардовский был но его все таки роль определяющая конечно же не был бы издан все таки рассказ а не повесть а во вторых ну вот наверное Богомолова можно вспомнить первая книга это Детство Ивана это фильм да или Иваново детство вот там как-то книга и фильм немножко отличаются никак не Иван называть книга это вот это просто высококлассная литература да и потом в августе сорок первого когда он уже зазвездил и просто не допустил редактора к работе насколько я знаю вообще это же очень тяжело конечно такое в моих глазах я знаю что авторы кстати разные и вот столкнуться придется с разными ну придется выработать какие-то свои рецепты ну вот я из таких комфортных авторов я наоборот понимаю что литература в немалой степени коллективный труд когда тебе повезло с редактором и в этом не стыдно признаваться и глупо от этого отказываться потому что это чаще всего такое опять же безымянное подвижничество этот человек вкладывается в тебя в твое имя в твой текст это просто такое монашество какое-то служение делу но ты ты стрижешь купоны а он он там где-то мелким шрифтом на задней странице на развороте да но вот повторюсь иногда вклад роль они конечно просто нет такого текста который нельзя было отредактировать так что ли да ну все таки хорошие редакторы они понимают что наверное есть места в тексте где не нужно трогать где это может быть ну где лучше оставить может быть более шероховато что ли не зализывать все ну это всегда тоже определяет качество редактора где это ну может быть в какой-то степени неграмотность где это ну неправильная орфография грамматика а где это авторский стиль то что многие ну иногда авторы путают ну пытаются продать за стиль то что на стиль не тянет это тоже отдельный момент я всегда за жестких редакторов мне кажется редактор должен отращивать отращивать зубы и бескомпромиссность наверное это не добавит ему друзей не облегчит работу но это для тех кто понимает опять же для авторов это самое то это то что нужно это опять же если коротко к танцам вернуться это вот так называемые вредные партнерши которые никогда тебе никаких огрехов не простят и с ними очень некомфортно блин но они тебе выправляют твой собственный стиль поэтому вот примите мое восхищение очень сложным делом очень сложным важным красивым делом решили себя посвятить а скажите на форуме молодых писателей в семинаре знамени не будет получать я не помню как по журналам делилась я был в семинаре Андрея Дмитриева и Леонида Юзефовича в знамя нет я попал туда дебютный текст попал туда случайно Анатолий Курчаткин писатель приезжал в Ростов когда затевался только форум по-моему самый первый или второй Борисович говорил что вы стрелительным в одном семинаре да и не один раз два по-моему два или три да я не помню сколько раз заедет три ну значит два раза снимаем вы упомянули о своем сыне уже довольно таки взрослом человеке вот наблюдаете ли вы интерес к чтению у него и о какой профессии он читает ну он решил что он не лирико-физик так в буквальном смысле из тех или нехмат выбирает теперь ну нет с чтением я не справился пока пока два может быть ну меня все так утешают ничего придет ничего ничего а мы приехали вы мне кажется информацию видела информация была о тотальном диктанте конференция да я писал сегодня рассчитываю на твердую пятерку одно место они пригласили случайно чтобы ваш текор был сегодня Галина Языкович читала организатора свой текст мы писали её текст был нет её был сегодня она сегодня читала организаторы участники конференции организаторы диктанта такой внутренний а сами то вы а судьи так а судьи то каковы а судьи то да а кто будет автором остальном диктате не знаю, интрига расскажите о литературном процессе в регионе, то есть со Ставропольцами знакомы ли вы, общаетесь или в Ростовском нет, но это в любом случае всегда личная история активности открытости, я в этом плане не очень активный и открытый но у меня и времени не хватает я вам уже признался, к сожалению и читатель-то такой сейчас не очень продвинутый к сожалению, успеваю читать меньше, чем успевал школьникам ну так, сложилось нет открытием последним из земляков был для меня Дани Хнов его текст попался в премии русский букер, где я был в составе жюри колыбельное очень советую всем почитать он премию не получил но был фаворитом нескольких сразу членов жюри текст очень сложный это такой трэш-трэш там про маньяков ну вот сейчас не начинайте в меня кидаться маньяков серийных убийц которые убивают детей я эту книгу тоже отбрасывал на 20-й странице когда все это началось и дочитал просто продолжил просто в силу того что у меня были обязательства как у члена жюри что называется по контракту но вот в какой-то точке я читался ну автор все-таки проделал со мной то, что задумывал все смыслы там это видите ли это вот именно та тонкая чеховская работа когда смыслы они в подтексте когда когда нужно просто на правильную волну настроиться и там ну сюжетно это про маньяков но текст совсем не про то и книга замечательная вот очень тонкий тонкий вот именно в том смысле который важен для писателей для филологов и докторов именно в том филологическом смысле в техническом смысле именно в смысле работы со словом очень тонкий автор какой аргумент был против почему не победил потому что трэш ну потому что там на входе ну уж слишком это перебор ну победил это позапрошлый букер был Снегирев Александр Роман Вера хорошая книга на мой взгляд и она интересна еще тем как раз что там меняется стиль стилистика повествования вот первая часть это очень такой сжатый текст там буквально в абзаце из тех предложений может уместиться я не знаю период несколько лет описываемый из жизни героя и это очень изящно написано дальше меняется в киношных терминах камера наезжает появляется уже такая событийность детали какие-то это очень интересно вот само это в тексте вот то что проделал автор ну и там был еще специальный приз Алисе Ганивой грант на переулке пришел в магазин увидел книгу захотел купить и купил и прочел и понравилось вот так прям импульсивно то есть да или как это что такое ни автор не знакомый дай-ка куплю ну нет ну может быть опять же потому что я мало читаю к сожалению но какие-то стараюсь отслеживать конечно самые самое то что на слуху последняя это Терехов это давненько но немцы конечно я в полном восторге опять же потому что там стиль стиль вот эти его предложения где одни скобки потом другие скобки и ты ни разу вот предложение на абзац как у Льва Николаевича Вани Карениной но это вот одно предложение втиснуто в другое а там еще третье и может быть четвертое и ты ни разу не теряешь вообще нить но это восторг правда он большой молодец потому что ну это то где начинается литература работа со словом потом Водолазкин конечно ну Франзен Франзен ну очень хорош конечно ну и мелкая форма я просто же еще курс буду в ЮФУ читать как раз о том как писать рассказ поэтому освежал и пополнял багаж читал рассказы вот всегда обходят поэзию поэзию ну тут уж точно я не успеваю и не не справляюсь это золушка это золушка современного мира это поэзия что современного мира золушка золушка нет ну почему ну у них свой цех очень активный я просто из того кто кто мне нравится из современных тут Надя Гришаев Владимир Козлов последнее то что делает очень очень неинтересно и слушайте ну вот стихи Павлова мне очень нравится многие из них такие эпатирующие но это всегда очень опять же тонко и снайперский вот так вот на грани фола на мой вкус по крайней мере я так понимаю вы готовы к эпатажу можете его простить понять и какое-то время потерпеть ну когда он получается то да когда все тонко и проделано и попадает в яблочко ну конечно горник тогда это рассказов и повестей в репол классик называться будут большие и маленькие о взрослых детях о таком взаимопроникновении взаимовлиянии миров надеюсь ближайший страшно загадывать не хочу иншаллах как говорят арабы выйдет в ближайшее время над чем работаю пока новым писательским нет не занялся к сожалению сколько на ваш взгляд вообще срок жизни книги вот вы издали какую-нибудь книгу 10 лет назад а ее переиздают это значит она жива для вас или дают награды за нее значит жива или выпустил до свидания все-таки отрыв таки произошел книгоиздательского мира и литературного потому что мне очень часто непонятно как там вообще все происходит ну вот например роман вошел в короткий список букера но это не стало поводом для отпечатки почему потому что отдел маркетинга сказал что была плохая динамика продаж ну то есть книга распродалась но медленнее чем это одобрил бы одобрили бы маркетологи власть маркетолога получается а не букер обалдеть ну то есть короткий список ведущих одно из ведущих премий это не повод для допечатки а решение маркетологов это святое за ними деньги я же я вот опять же в разговоре уже упомянул что все так в литературе как в спорте большой спорт и физкультура так и здесь звездный состав литературы и там совсем по другому все устроено современных авторов я туда не угодил сам виноват ну еще молод с другой стороны да все же впереди а с толстыми журналами у вас как отношения какие-то предпочтения где вы публикуете сеть это у них я вот счастлив что наконец в новом мире опубликовался они ну у каждого уже свой свой фильтр и иногда непонятно вообще не знаю можно ли эти секреты раскрывать повесть которая вот смотрите поиск которая вышла в новом мире наконец мой дебют что нашим бог да повесть же завернула знамя они никогда не объясняют но я никогда не спрашивал вот но для меня это событие вообще в новом мире дебютирую потому что я не их автор не знаю в смысле вкусовых предпочтений мой журнал дружба народов это вот не знаю моя епархия если можно так сказать это диктат редактора или вот сила бренда кто выбирает конкретный человек это называется может быть потому что я как раз автор был из Тбилиси из Грузии вот этот бэкграунд русскоговорящий вот это вот все и я как-то туда прибился и там публикуюсь по большей части но хочется и это правильно наверное пробовать разных журналов пробую не всегда устраиваю что нормально конечно а в новый мир сейчас попадет ваша инициатива была то есть я послал с просьбой посмотреть текст приняли аудитория разная или пересекается как-то у разных журналов например вы чувствуете что большее количество глаз по вам скользит по вашим текстам не знаю а как это замерять я не знаю это каким-то специальным образом по просмотрам наверное прилетаете в город Денис Денис а ну нет плакаты я сделаю одинаковые скажете тоже прилетаю в город в голове такая картинка Чепринин отвергающий Гуцхо не нормально но должна быть своя политика у издания они не раскрывают механику принятия решений и очень в этом правы потому что это исключает переход на личности оценки вот такие вот к сожалению ваш текст редколлегии не был одобрен или к сожалению на этот раз ваш текст нас не устроил очень все так деликатно и лаконично тут проблем нет на самом деле когда твой текст заворачивают в каком-нибудь из издания и ты уверен на 100% что он хороший я был уверен конечно что это хороший текст вы уж извините но просто даже издатель репол классик Юлия Качаркина Селиванова она сказала что окончательно решила что возьмет книгу именно когда прочитала эту повесть я то был уверен и когда завернули знамени я не засомневался что это такое может быть все таки не получилось нет ну просто вот не подошло не наш текст так что нормально вот продолжая тему спонтанных покупок знаете в Новосибирске я думаю в других городах нет нет да возвращается к практике в 80-х начало 90-х когда авторы издавали совсем крошечные книги один рассказ одну повесть и так как себестоимость копеечная и стоимость финальная тоже копеечная поэтому человек напрямую может принять решение вот например мы с вами сейчас сидим общаемся вы говорите а кстати вот у меня есть повестюшка с вас 50 рублей все думают да господи пожалуйста вам 50 рублей нам повесть вы не пробовали вот таким образом заходить и издавать совсем мелкие какие-то вещи есть в этом какой-то смысл? вот опять же не знаю у меня есть подозрение что просто в разных городах разных регионах все очень по-разному устроено в этом плане потому что в Ростове я вижу иногда людей которые продают свои книги и вот они стоят на них идут толпы как это у вас работает я не знаю наверное пробовать как-то мне кажется это как-то нужно оформлять какое-то сообщество антикафе клубы читательские на базе библиотек может быть кстати про библиотеки теперь ведь вообще аудиторию померить практически невозможно если раньше люди как правило покупали книги даже незнакомые даже каких-то новичков ну хотелось владеть этим инструментом и потом может быть перечитывать или отдать соседу сейчас постепенно вслед за возрастной категорией которая сначала просто потеряла возможность покупать книги и пошла в библиотеки а потом в это дело втянулось но сейчас и сорокалетние вот наши с вами ровесники и более молодые все больше и больше обращаются к библиотечным фондам и читают книги там а получается мы я имею ввиду теперь говорю от издателей мы теряем их в общей статистике и мы не знаем сколько прочитало людей опять же Ким и Камень в маркетологии они как-то как-то вымеряют на чем на каких цифрах вот этот теневой рынок что называется они вообще катко оценивают ну да конечно оценить замерить аудиторию невозможно вот реальность которой имеем дело что ну не то что не ну вот так как вы задаете вопрос как бы кто ж признается да но вот последнее время я даже опять же вот в рамках этого сборника я себе ставил такую можно ли назвать художественную задачу техническую по крайней мере задачу написать один текст стилистики одного автора а другой другого это было очень интересно а вышло совершенно случайно я прочитал Шишкина письмовник очень хорошая книга которая тронула меня это вот книга с послевкусием я ходил я уж не помню сколько очень долго и во мне вот эта музыка книги она звучала вот эта мягкая такая повествовательность неспешная а когда сел писать свое вдруг заметил что я как-то под Шишкина что-то пишу и думаю а что вообще с этим делать и решил оставить потому что все равно один в один не получится это просто как-то кто-то может вообще не заметить может никто и не заметит вообще где что-то сделано под того а что-то под этого а потом когда дописал один текст ну условный под Шишкина так тоже бывает вот не мое в этом плане но это очень интересная задача вообще и в любом случае кто же это сказал я не помню таланты копируют гении воруют ну вот контрольный универсальный вариант просто выбрать наверное каких-то критиков которым доверяешь ну желательно нескольких вот для меня мнение Галины Языкович например многое означает к Выкову я прислушиваюсь во многом не совпадают но так и должно быть то есть это ну не нужно кого-то назначать себе таким поставщиком списка для чтения а просто по возможности разных людей Прилепин много читает кстати и к его оценкам я присматриваюсь в Сенчин но Сенчин выдает больше уже вот какие-то такие переработанные вот такие аналитические тексты то есть мало от него он насколько я знаю в Фейсбуке появился месяц назад ну то есть таких вот коротких каких-то оценочных высказываний мало от Сенчина ну вот то есть выбрать себе критиков ну просто много читающих людей которые высказываются отслеживать премии короткий список любой премии короткий список потому что победитель это ну поверьте это политика и во многом лотерея и это ну меньше меньше все-таки тренда образующие что ли чем короткий список вот на короткий список конечно стоит ориентироваться любой премии молодежь не читает ну опять спорное утверждение при том что мой-то мало читает конечно может быть это в большей степени то во что хочется верить нет но они читают но они же не стремятся вот он выделяет именно современную русскую литературу да что именно современных авторов или там ориентируется на список премии ну слушайте я не знаю я все-таки вот вся эта школьная реформа столько сделана для того чтобы вообще помешать людям читать а учителям преподавать и зарубить ну какое-то творчество педагогическое я вот помню когда я был школьником программы где выступали ну просто там часовые полутора часовые заслуженные заслуженные учителя рассказывали литературы там математики со сцены полные залы сидели ну по большей части это тоже внутри цеховая аудитория была но я помню какую-то передачу а вот она врезалась я просмотрел там шестом или каком-то классе учился просто не отрываясь настолько там яркий преподаватель выступал литературе имени не запомнил сожжение но вот вот при той да тоталитарной системе и совке который ну согласно стереотипам в котором все было зажато и и подцензурно это тем не менее было возможно творчество свобода и и там я помню споры какие-то возникали с аудиторией что дескать вы неправильно преподаете вы отклоняетесь от программы на что человек со сцены герой встречи отвечал что а мне это ближе а у меня получается а у меня получается решение там еще был второй пункт договора я не лезу в твою жизнь пока ты справляешься сам если у тебя все пятерки в школе я тебе не говорю когда тебе садится за уроки а у него зараза все пятерки в школе и что договор есть договор не получилось ну я уверен что самые важные вещи все-таки я как-то у него заметил книжечку Блока с закладкой затаив дыхание ну Блок это как раз то от чего я просто пьянел в его возрасте и думаю все-таки вот какие-то совпадения есть а объем прочитанного ну да хотелось бы больше ну столько мусора информационного эти ну в контакте к сожалению он прочитывает больше чем тексты под обложкой ну так устроен тут вот я как раз наверное за то за какую-то о государствовании не скажешь но какую-то активность я не знаю культурную активность государства или каких-то институтов каких-то пора вмешаться новых образований да пора вмешаться и как-то там что-то такое туда туда внедрить и можно мне кажется через соцсеть тоже внести сеять разумное добровечное да потому что ну я вот очень гордился тем что он ни одной там электронной игры ну компьютерной не сыграл никогда никаких стрелялок там кроме был квест такой интеллектуальный там барышня девочка такая героиня по имени по имени по имени девочки английская что что не 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 это какая-то англоязычная переведенная вот она там разгадывать детективные сюжеты там нужно думать какие то мы вместе с ним проходили и я я там тоже как бы литература как литература ну да там очень очень такие они интеллектуальные задания я не справлялся со мной признаюсь ну вот это это единственное во что он играл лет до 14 и сейчас обошлось слава богу без стрелялок тут я победил вот но и литературу я уверен нужно популяризировать таким образом что-то делается но на этом не выйдешь опять же это как как дополнение какое-то база есть база если нет толковой школьной программы я уверен свободы если я свобода должна начинаться конечно в этом глобальном смысле та самая и гражданская и потому что свобода хороша когда это свобода образованных и ответственных одно без другого тоже работает плохо ответственных людей знающих что чего стоит и какие последствия прилетают за тот или иной что это это как она поскольку